Проблемы, о которых молчат. Люди, которых не слышат. В бюджете нема, ну, шейно, этих убогих людей. И все. Хай вони подохнут. Правда, которую скрывают. Провокации, бедарды будут бросаться в народ Украины. Семнадцатый канал. Это площадка для дискуссий. В прямом эфире смотрите через несколько секунд. Человек, который был на передовой, который потом вернулся на дембель или в отпуск. Правильно тут поддерживаю то, что говорили. У него в большинстве своих проблем это с алкоголизмом. Те же люди, которые, в принципе, находились в плену, они подвергаются очень тяжелому, очень сильному моральному давлению. Я за все время, за весь период занимания деятельностью по освобождению заложников неоднократно был на той стороне. И неоднократно мы организовывали поисковые работы, в том числе аэропорт, когда доставали двухсотых после трагедии в аэропорту. И к этим всем работам привлекают как раз именно военнопленных. Военнопленных в СССР. Вот. Дебальцево, то же самое после выхода с Дебальцево, когда доставали двухсотых первых, это первые три-четыре дня после самого котла, там тоже привлекались военнопленные. Двухсотых это убитых. Конечно. И те люди, которые, большинство из них, которые находятся в вооруженных силах Украины, это те, которые были в гражданском мире, трактористы, строители, занимались полями. Большинство из них из сел. Они никогда не видели то, с чем им пришлось столкнуться. А столкнуться приходится со многим. Если вы понимаете, что такое работа с двухсотыми, когда нужно доставать, выкапывать, когда это все нужно видеть своими глазами, когда нужно... Большинство из них, это те, с которыми они служили, те, с которыми они были рядом, которые погибли. То есть пленных бойцов заставляли самим идти своих братьев по братыми на украинском, не слово, откапывать их, вынимать? Да, в феврале месяце было организовано две поисковые группы, и в обе в состав входили как раз военнопленные ВСУ. В одну группу 9 человек, во вторую группу 10 человек. И аэропорт, и Дебальцево начинали доставать именно военнопленные. Аэропорт полностью от начала, от первого дня поисковых работ до самого конца, до последнего бойца, которого достали из-под завалов. Это все делали военнопленные. Присягаю на вирность Украине. Вам и пишется Украина. Оксана Витера, Андрей Гнатьевич, Татьяна Данькевич. Пытаться наладить мир, дружбу, будущее Украины. Проблемы, о которых молчат. Люди, которых не слышат. В бюджете немагно, шейно, о этих убогих людей. И все. Хай вони подохнут. Правда, которую скрывают. Провокации, бетарды будут бросаться в народ Украины. 17 канал. Это площадка для дискуссий. В прямом эфире смотрите через несколько секунд. Прошло не так много времени после начала продовольственной блокады Крыма, как активисты объявили о новой блокаде, на этот раз энергетической. Добрый вечер. Меня зовут Виктория Пилипенко. Это социальное ток-шоу «Война и мир». Ситуация на самом деле спорная. Ситуация на самом деле спорная, поскольку новостные ленты все пестрят о блокаде энергетической Крыма. Активисты заявляют, что будут держаться до последнего. А энергетики заявляют противоположное. Кто прав, кто виноват. Чем закончится эта блокада, мы будем разбираться сегодня с гостем в студии. Андрей Перевертаев, эксперт коалиции «Энергетические реформы». Добрый вечер. Добрый вечер, Виктория. Давайте попробуем... А, да, кстати, у нас сегодня будет включение еще. По скайпу мы будем говорить с правозащитником о тех мерах, которые были приняты, насколько они в рамках закона. Попытаемся связаться с Крымом, с Леонидом Кузьминым, пообщаться на тему блокады с Крымом. И также на связи будут активисты. Давайте попытаемся разобраться немного в хронологии этих событий. Сейчас что происходило. Отключили Мелитополь-Джанкой, одну из ветвей. Сколько у нас их было? Три? Три. Три ветви, которые соединяли материковую Украину с Крымом. Да. Это был теракт, хулиганство, неизвестно, да? Был подрыв какой-то. Ну, говорят, что это был подрыв опоры, на которые крепится непосредственно сама по себе линия. То есть тем самым была частично уменьшена возможность пропускной способности, возможность передачи электроэнергии в Крым. Хорошо, вот появилось заявление Ильи Киева, заместителя начальника ГУМВД Украины Донецкой области. Сегодня ночью была повреждена высоковольтная опора. В фейсбуке заявление можно показать, пожалуйста. Сегодня ночью была повреждена высоковольтная опора, осуществляющая подачу электроэнергии на оккупированную территорию Крыма. Работает оперативно-следственная группа, прибыл МЧС, территория оцеплена батальоном МВС Херсон, ситуация под контролем. Вот это как раз имеется в виду вот это соединение Мелитополь-Джанкой. Видим фотографии. Как мне объясняли эксперты, это вот результат какого-то взрыва. Активисты на себя вроде как не берут ответственность за вот этот инцидент. Тут же новостные ленты подхватывают идею о начале блокады Крыма и появляются активисты, которые пользуются этой ситуацией. Пишут вот у нас в интернете, товары поставлять оккупантам нельзя, а электричество это тоже товар. Согласно нормам ООН, оккупанты должны обеспечивать занятую ими территорию. Мы со своей стороны будем работать, чтобы дооккупировать ее. Заявил Изятгданов, зампредседатель штаба гражданской инициативы по блокаде Крыма. Активисты планируют продолжать энергетическую блокаду. Энергетическую блокаду мы начали и она дальше будет длиться до того момента, пока полностью мы не отключим Крым весь под ноль, сказал. ООН, это уже Ленур Ислямов. Мы будем давить на власть, чтобы она в лице Верховной Рады Украины приняла закон о запрете поставки электроэнергии в Крым, чтобы это было на официальном уровне сделано, а не на нашем уровне. Вот такие заявления активистам, при этом они не берут на себя ответственность. Взрыве. Давайте посмотрим заявление Лизы Багутской, активиста и блогера, которая там на месте происшествия делала заявление. Мы не рассчитывали на то, что мы сейчас начнем блокаду электрическую, рассчитывали, что она будет более цивилизованной, идти по другому руслу пойдет. Но так случилось, что были, я даже не знаю кем, подорваны или не подорваны, или я не понимаю, что произошло здесь с этими вышками, и начались ремонтные работы. Поскольку легли провода, и эта линия обесточена, мы поняли так, что если это случится, значит, это можно считать началом блокады. Независимо от нас блокады начались. Вот так. Вроде бы не хотели, а тут как бы, что ли, сам Бог помог, вот так вот взорвалось, вот так вот случилось, и они решили в связи с этим начать блокаду. Как вы вообще относитесь к такого рода блокадам энергетическим? Ну, смотрите, есть, скажем так, две позиции. Есть позиция официальная, есть позиция, скажем так, тех активистов, которые мы сегодня посмотрели. Позиция официальная заключается в том, что Верховная Рада приняла закон, в котором, про временно оккупированные территории, в котором в том числе, как бы, предусмотрено, ну, скажем так, то, что Украина сохраняет поставки в Крым. То есть, да, действительно, наверное, если мы говорим о ситуации, которая вообще возникла в Крыму, то такая блокада была бы целесообразна год назад или полтора года назад, когда ситуация только развивалась. Сразу после аннексии Крыма вы имеете в виду? Ну, во время, то есть там должны были быть явно более такие, более серьезные меры предпринятые. Тогда это было имело смысл действительно принципиально и концептуально. Об этом говорили, но никто не взял на себя, скажем так, ответственность за подобные действия. На сегодняшний момент, ну, как мы видим, есть различия. Есть официальная позиция, позиция министерства, позиция Украинерго, позиция Украинтерэнерго, регуляторы и так далее, и так далее. Есть позиция активистов. В этом смысле позиция государственных органов, что поставка в Крым должна быть надежной, бесперебойной, она должна быть обеспечена. Позиция активистов, то, что мы хотим привлечь внимание и мы будем идти до конца. Вот. При этом, ну, мы сами понимаем, что такое поставка электроэнергии. Да, это фактически воздушные линии, которые идут на территорию Крыма, которые управляют, которыми диспетчерское управление и вообще занимаются поддержкой этой ЭКО-Украинерго. Соответственно, если активисты будут что-то предпринимать, они должны, условно говоря, отключать эти линии на подстанции, заходить туда каким-то образом. Либо они должны... Рискуя жизнью, наверняка, это не совсем безопасно. Ну, безусловно. Ну, я думаю, что может найтись кто-то, кто им поможет, ну, в том смысле, кто безопасно отключает. Но в любом случае это, ну, то есть это, ну, это режимные объекты по своей сути. Там есть своя охрана, там есть свои, как бы, ну, скажем так, система безопасности. И это, как бы, ну, это фактически системная авария, да, то есть мы будем говорить, она не отразится на всей системе, но, тем не менее, это, как бы, определенные действия, которые должны быть диспетчером предприняты и так далее. То есть, ну, это, по сути, ну, противоправное, скажем так, действие. Вот. Говорить о том, что блокада решит вопросы, которые заявлены, по крайней мере, то, что было в СМИ, о том, что мы поможем освободить, там, политзаключенных, или мы, скажем так, сможем как-то повлиять на преследование, которое происходит крымско-татарского народа, вот здесь, опять же, на мой взгляд, это вопрос больше политический. Конечно, не хотелось бы идти в спектр политики, но, на мой взгляд, как бы, можно было бы больше внимания уделять Крыму, можно было бы больше внимания на международную. Вы имеете в виду раньше или прямо сейчас? Нет, ну, и прямо сейчас тоже, да, то есть мы же не видим ни одного официального заявления по поводу того, что активисты собираются сделать энергетическую блокаду, за исключением Укрэнерго. Укрэнерго говорит, мы свою работу сделали, мы линию починили, все, поставка продолжается. Но мы, ну, никто не относится к требованиям активистов, как действительно к каким-то требованиям, да, то есть никто не встречается, не обсуждает этих политических заключенных и так далее. То есть здесь, как бы, официально, фактически, ну, никто ни от Верховной Рады, ни от президента не отреагировал на эту энергетическую блокаду. Мы, как бы, говорим пока, ну, а, как это, вот, вроде линия отключилась, либо там произошла авария, причем до конца непонятно, был ли это какой-то, там, теракт или это не было. Якобы это был взрыв, но активисты вот о нем узнали после того, как он случился, по их заявлению. Ну, поэтому, на мой взгляд, сейчас, ну, мы должны тоже понимать для себя, что, как бы, мы подходим к зиме, и не только, как бы, мы, но и Крым тоже, и поэтому ограничение электроснабжения в условиях холодной температуры, оно просто приведет к тому, что население начнет ножнуть. Активисты говорят, что местные энергетики к ним прислушались, в чем-то даже поддерживают. Покажите, пожалуйста, комментарии местных энергетиков. Слышная линия находится в гражданской властности, и для этого ее необходимо сохранить. Возможность по режимам, мы не владеем информацией, какие режимы сейчас, в данный момент, ну, на линии, в нашей всей системе. Для этого, так, как бы, мы поддерживаем вашу акцию правильно, но для этого надо действовать цивилизованно. Вот так вот, вроде бы, мы не против, политически поддерживаем, единственное, что без хулиганства, без ущерба имуществу и так далее. Решайте на государственном уровне. То, о чем я говорю, да, это, ну, это, ну, это, как бы, не совсем местные энергетики, в смысле, крымские, это все-таки... Запорожский. Запорожский, да, это... Но на месте происшествия. Ну, да, но, тем не менее, как бы, они занимаются больше именно материковой территорией. То есть, ну, Крым, он энергодефицитен, и он не справится без поставок с Украиной, это очевидный факт. Вот, и поэтому, естественно, любое нарушение энергоснабжения, оно просто приведет, ну, к... Может привести просто к противоположным, скажем так, этим самым. То есть, ну, если продукты можно как-то заменить, там, есть через Кершинскую переправу, ВЗУТ или еще как-то, да, то есть, ну, с электроэнергией никак не доставишь, кроме как портативный дизель-генератор или еще что-то в этом. Вот самое интересное, я продолжаю смотреть новостные ленты, и они все еще пишут и пестрят заголовками «Энергетическая блокада Крыма до последнего», «Крым без света», «Украина отрезала Крыму свет» и так далее. Хотя мы сегодня связывались с Украэнерго, общались их с пикером. Давайте послушаем наш разговор и вернемся в студию для обсуждения. Мы, как люди, понимаем причины, которые спонукали активистов Крымско-татарского народа и континентальной Украины, до блокады Крыму, как вияв божанья прискорить ліквідацию оккупации Крым. Как энергетики, мы должны выполнять украинские законы, которые регламентуют работу всех магистральных линей, регламентуют работу объединенной системы в целом. И мы не можем не выполнять этих законов. А эти законы предъявляют, по-перше, что мы выполняем каждый день график навантажений, то есть производства энергии, использования энергии и передачи его в заданных направлениях, чи то за кордону Украины, чи то в Крым, чи это для Львова, или Харкова. И это наша ответственность, как передача, как оператора с передачей энергии. Через это ситуация тут склалася в том, в аспектах, что, если рассчитывать, что это пикетовальники, которые уничтожили опору, то мы этого не утверждаем, мы этого не знаем, этим занимаются соответствующие органы, поскольку уничтожение энергетических объектов является криминальным злочином такого обсяга объектов. И, выходя из этого, мы должны, из этих же законодательных норм, мы должны держать наши линьи в належном состоянии. А что до действий, поставить энергию Крыму, или не поставить, это вопрос не зависит от ДПНК Украинерго, это вопрос политическое, оно должно решиться на соответствующем политическом и государственном уровне. То есть вы принимаете любое решение политиков, да? Если будут поминяны действующие законы, значит, мы их будем выполнять. И другая вещь, что есть такой нюанс, который известен журналистам в широкой громадности, что Украинерго не действует торговли энергией ни с собственными споживачами, ни с окупованными Крымом, ни с иноземными государствами. Мы есть организация, которая, кроме диспетчерского управления, совершает другую функцию. Передает энергию, согласно укладывающих в законном визначенном порядке договоров на постачание энергии. Мы должны их выполнять, то есть передавать энергию туда, куда укладываются контракты. То есть транспортное соединение, да? Передача транспортных электронетров. Да, мы не имеем своего рода перевозниками, если вы образно сказали, перевозниками энергии. Мы выполняем функции таксиста. А куда передавать и сколько выозначают контракты, выозначенные правилами оптового рынка энергии. По поводу убытков хотелось бы узнать, если все-таки будет полностью поддерживаться эта блокада, будут ли убытки у Украинерго? Ну, что такое блокада? Если это блокада с руйнованием линии, если это приписывать блокаде эту поскодженную опору, то, конечно, мы несем збитки в плане ремонтных работ, збитки в конкретном кримском випадке, никаких энергетических не было, оскільки передача энергии в Крым не зупинялась ни на хвилину в все эти дни. В одном из ваших комментариев я слышала о том, что блокада Крыма, она есть еще и позитивная, и в каком-то смысле мы вроде бы как можем избавиться от зависимости от внешних поставок из России электроэнергии. Я такой информации не мог давать, потому что она абсолютно... Ну, сказать неправильно, я не имею права. Поставки энергии России к Крыму юридично взаимо абсолютно не повязанны. Скажите, а у вас есть какая-то информация по поводу событий сегодняшних? Что там происходит сейчас? С точки зрения электропостачания там ничего не стаится. С точки зрения, что там есть люди, мабуть, они есть, потому что они были, рано были вчера. Электропостачание по шкодженной линии восстановлено, сегодня в 6 часов линия ранку включена. Вчера поздно в ночи, бригады закинчили работу. Работа стала возможной после того, как руководство компании провело переговоры с руководителями штаба блокирования Крыма. И мы дистали дозволь, мы были допущены до работы, и работа была сделана, с начала 10-го была установлена опора, а вчера, 12-го числа, были замонтованы проводы. И поздно в вечере, как я уже сказал, лінія включена, и она работает. Чему? Это моя особистая думка. Нам удалось переконати, нашему керівництву переконати штаб громадської іниціативи відремонтувати цю лінію і включити і... Вот мы послушали заявление от Укрэнерго. Как вы слышали, они не являются продавцами, они являются транспортировщиками, перевозчиками электроэнергии. Поэтому особых убытков на себе они не почувствуют. По поводу позитивной стороны блокады Крыма, что мы слезем с иглы российской, как вы считаете, есть такой шанс? Есть ли какая-то в этом связь между блокадой и российской электроэнергией? Давайте немножко последовательно. По поводу Укрэнерго, то есть действительно они являются только техническим передающим оператором. То есть сам по себе контракт обеспечивает, выполняет Укрэнтерэнерго, государственное предприятие. Соответственно, здесь они полностью правы. И я очень хорошо понимаю коллег, когда они говорят, что есть политическая позиция, есть позиция энергетиков. Да, энергетики отвечают за то, чтобы фактически в домах горел свет. И в этом смысле они не будут никогда включены в политические события и как-то идти на волне тех или иных настроений. С точки зрения, скажем так, ИГЛИ и вообще взаимоотношений с Россией и того контракта, который сейчас действует, мы с вами понимаем, что был контракт или не было, все равно Украина продавала, снабжала Крым электроэнергией. То есть в этом смысле контракт по особым препятствиям не было, его не было, не было никакой импортной поставки со стороны России, за исключением небольших транзитов, которые есть там через территорию Украины, но они никак не связаны с Крымом, а связаны с особенностью топологии системы. Соответственно, при этом сказать сейчас, будет ли уменьшена зависимость вот этого вот от России, ну арифметически, да, будет, да, безусловно, мы можем вычесть потребление Крыма, это где-то порядка 850 мегаватт, то есть это где-то приблизительно, ну скажем так, и составляет там плюс-минус российский контракт. То есть без потребностей Крыма Украина не нуждается, да, в дополнительных закупках электроэнергии? Ну вы понимаете, в чем дело? Вот эти дополнительные закупки электроэнергии, которые есть со стороны России, они решают, ну, ряд задач. То есть сказать, что это именно по законодательной базе, и сказать, что это именно транзит через территорию в Крым, нет, потому что у нас в законодательной базе слово транзит вообще отсутствует, как таковое. То есть сказать, что это помогает, скажем так, нам в особо пиковые часы, и это дает возможность, скажем так, не отключать дополнительно потребителей. Веерные отключения, которые нам обещали в прошлом, позапрошлом году, но как бы без него обошлись. Это плановое отключение, да, не совсем верные, это не совсем корректно говорить, что верные, это когда они неконтролируемы, когда в результате системной аварии идет веерное отключение, и линии не могут обратно включиться. Это плановое отключение, когда по команде НЕКУКРЭНЕРГО, соответственно, ОБЛЭНЕРГО отключает ряд потребителей. То есть здесь, в этом смысле, мы, слава богу, не дошли до веерных отключений, иначе бы энергосистема там могла прийти в совершенно другое состояние. Вот. В чем еще нюанс контракта? Конечно, мы должны, ну, для того, чтобы говорить о какой-то энергетической блокаде, мы должны обеспечить себя электроэнергией. Возможности у нас действительно есть. У нас есть запасы по установленным мощностям, у нас есть потенциал для того, чтобы электроэнергию вырабатывать, но мы, как бы, сталкиваемся с рядом сложностей, да, то есть это, например, выдача электроэнергии с атомных станций, то есть то, что у нас, нам не хватает линий сейчас, они строятся, но будут ли они введены в эксплуатацию вопрос. Второй вопрос, это низкая гидрология, то есть не было такого низкого уровня воды в Днепре более чем за 20 лет, то есть фактически ГЭСы находятся на минимуме, то есть они не могут срабатывать больше воды. И третий вопрос, это, конечно, снабжение топливом, то есть углем. Вот. Вот эти три вопроса, они негативно влияют на самосбалансированность энергосистемы, и они, естественно, автоматически привели к возможности и к необходимости поставки со стороны России. При этом мы, ну, мы не, пока не умеем технически осуществлять импорт со стороны Европы, хотя я думаю, что если произойдет полноценная интеграция энергосистемы, да, и мы все-таки будем работать синхронно с европейской энергосистемой, а не с российской, то импорт европейский, это тоже как бы мог бы быть, ну, вот, скажем так, обмен такой импортной электроэнергией, то есть полноценная торговля, но к этому мы еще только идем, нам еще в начале. Хорошо, спасибо, Андрей, мы вернемся к нашему разговору. Сейчас бы я хотела, чтобы к нам присоединился правозащитник, адвокат Эдуард Багиров, и все-таки объяснил нам с точки зрения права, как насчет этих вот... Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Как насчет правовой стороны вот этих вот блокад? Правильно ли ведут себя активисты, и где в это время правоохранительные органы, кто должен заниматься правопорядком в это время, и так далее. Эти вопросы все, конечно же, к вам, Эдуард. Ну да, понятно. Определенные действия должны быть в рамках законов Украины. В частности, мы говорим о том, что блокируются дороги, и не пропускают грузовые автомобили, фуры с продуктами на территорию временно оккупированного Крыма. И вот эти действия я, как раньше и сейчас называю, нарушение закона, безусловно. Но если мы говорим о том, что есть нарушения со стороны активистов, участников акции, но и также необходимо понять мотивы, побудившие их вот так действовать. Я понимаю, если это были бы корыстные мотивы, там для получения какой-то выгоды, то я бы давал бы другую оценку. Но понимая о том, что там участие принимают наши граждане, жители Крыма, крымские татары, которые в первую очередь страдают от того, что спецслужбы Российской Федерации, полиция и другие силовые государственные органы создают ряд проблем, и в том числе незаконные аресты, в том числе применение силы в отношении них, соответственно, вот это стало как бы результатом того, что они не смогли добиться той поддержки или того результата, который они хотели. Транспортной блокадой, да? Они не добились результата, поэтому решили присоединить еще вот такой вид. Какой именно? Вы имеете в виду электроопоры, которые... Да, да, да. Ну, допустим, начнем с того, что нельзя уничтожать имущество юридических или физических лиц. Закон запрещает, с одной стороны. С другой стороны, понятное дело, что вмешательство работы энергокомпании, в том числе, там, обрывать, там, провода, там, не знаю, там, блокировать или, там, повреждать трансформаторные станции, электростанции, там, это, конечно, нельзя, закон запрещает, и это, скажем так, также является неправомерными. Насколько я знаю, на сегодняшний день есть повреждения и ремонтные бригады пытаются восстановить высоковольтную, скажем так, высоковольтную, скажем, электролинию, скажем, вот, но, насколько я знаю, что инструкция запрещает восстановление даже ремонтной работы проводить, если там находятся люди, и, соответственно, их нахождение там является тем препятствием, чтобы они, скажем так, быстро отремонтировали, с одной стороны, с другой стороны, информация о том, что какие-то там плановые ремонтные работы проводятся, но, в любом случае, ремонт, ну, скажем так, или затяжка по времени ремонтных работ, я считаю, что она связана с определенным решением, которое было принято, скорее всего, тут в Киеве, и она как бы согласована, еще раз повторюсь, нельзя повреждать имущество частной компании, государственной компании, частных лиц, в данном случае, есть факты, и возбуждено уголовное дело, насколько я знаю. Вы же видели, что ни один из активистов не взял на себя ответственность за повреждения. Никто в этом не признался. Они сказали, что они оказались на месте уже после события, и раз уж так сложилось, они начали блокаду энергетическую. В течение обстоятельств помогло. Понятное дело. Дело в том, что не будет же они признан... Ну, вернее, те лиц, которые совершили такие действия, они совершили волн указуемые деяния. За такие действия законодательство Украины предсматривает в том числе решение свободы. Я не думаю, что кто-то согласится или признается о том, что принимал участие в том, что ломали или повреждали эти электроопоры. На данный момент вы видели заявление Укрэнерго, они сказали, что все уже приведено в порядок, все ремонтные работы закончены, активистов нет, все хорошо. Но при этом я продолжаю проверять интернет, интернет настаивает на том, что блокада продолжается и будет отключаться еще и вторая и третья линии энергопередачи. Согласен, у нас противоречивая информация. Что происходит? Как нам разобраться? Сложно. Знаете, наверное, было бы правильно, если бы 17 канал, коллеги с видеокамерой выехали бы на место и там по местности проводили бы видеосъемку, уже как бы воочию убедились бы, что там происходит, потому что информация противоречивая то отремонтировали, то ремонтируют, то какие-то плановые ремонтные работы, то активисты есть, то них нет. Спасибо. Одну секундочку. Режиссер, я прошу, пожалуйста, наберите Елизавету Богуцкую в Симферополь, возможно, она сейчас возьмет, не в Симферополь, а на место события, возможно, она сейчас возьмет трубку и скажет, что же там происходит хотя бы на сегодняшний день. Попробуем дозвониться. Пока дозваниваются режиссеры. Заявление по поводу Верховной Рады, о том, что они от Верховной Рады будут требовать на государственном уровне решить этот вопрос о прекращении энергоснабжения Крыма. Как вы думаете, в преддверии наших выборов такое реальное? Это реально, скажем, особенно период выборов у нас законодатели возбуждаются подготовкой каких-то там законопроектов сумасбуродных, да, откровенно говоря. Но, дело в том, что ведь энергосистема, я не специалист, да, ну, насколько я понимаю, энергосистема еще Советского Союза, она была так взаимосвязана, что Союзные Республики могли определенное количество электроэнергии передавать на пиковое время, особенно в вечернее время, когда напряжение на сети очень высокое и потребности в электроэнергии достаточно большие. Поэтому те соглашения, которые были подписаны между Украиной и Россией, даже не считая, что военная, скажем так, ситуация, да, и война между Украиной и Россией, да, то есть это необходимость, техническая необходимость, потому что Российская Федерация поставляет определенное количество электроэнергии, в том числе для доставки до Крыма. И если принять закон, скажем так, и отключить электроэнергию, да, стопроцентно, Крым, то могут возникнуть проблемы и в том числе энергосистемы Украины. Об этом тоже надо думать, это повлечет с собой определенные проблемы остановки там, крупных предприятий, заводов, фабрик и тому подобное. Я понимаю, что электроэнергетики не будут отключать там школы, больницы, там, ну там, там, садики, да, то есть это нельзя делать, это социально важные объекты. А вот заводы, фабрики, там, троллейбусы, не знаю, там, какие-то другие виды транспорта могут быть остановлены, потому что, скажем, если будет сбой, если будет система постоянная, энергосистема будет, скажем так, неконтролируемая, то последствия могут быть очень серьезные, в том числе, могут быть угрозы национальной безопасности. Я вижу, Эдуард, у меня гость в студии, Андрей Перевертаев, он как-то с вами не согласен. Пожалуйста, вам слово. Ну, здесь в этом смысле нельзя сказать, что будут проблемы в энергосистеме Украины, просто по той простой причине, что она большая, больше гораздо, чем в энергосистеме Крыма. Да, материковая часть. Будут проблемы в самом Крыму, это очевидно, потому что резервных источников в покрытие вот этого дефицита в Крыму нет. То есть, ни со стороны Российской Федерации, ни внутренних каких-то источников просто не существует. Что касается Украины, здесь, естественно, будут предприняты диспетчерские отключения, то есть, если будет блокада, то этот район будет изолирован, это сделает на Экукорэнерго, и просто поставка в Крым прекратится. Что касается параметров работы энергосистемы, что касается надежного, бесперебойного обеспечения электроэнергии городов Украины, остальной материковой части, то здесь как раз Крым не повлияет, на мой взгляд, отключение Крыма на обеспечение остальной страны. Андрей, Эдуард, у меня вопрос к вам одновременно, к обоим. Скажите, вот мы стараемся всеми силами уговорить через суд разными путями вернуть Крым домой. Пытаемся вернуть, мы до сих пор говорим материковые, вот это нематериковая Украина и так далее. Неужели блокада, любая энергетическая, продовольственная, транспортная, любая блокада может настроить местных жителей позитивно по отношению к Украине, к нам, и не обозрит ли она их еще больше? И, может быть, вот такие блокады потом, на последующих каких-нибудь референдумах выльются для нас, скорее всего, негативными отзывами и решениями? С точки зрения права, скажу так, та часть населения Крыма, которые принимали фейковые референдумы, они, безусловно, будут возмущаться и выразить свои недовольства тем, что будет продолжаться блокада продуктовая или поставки электроэнергии или другие, скажем так, потребности и водоснабжения и так далее. То есть, они будут возмущаться, но достаточно большое количество жителей Крыма они как бы проукраински настроены и они также соглашаются с тем, что вот эта блокада может быть каким-то образом повлияет на то, что поменяется там внутреннее настроение и мнение жителей Крыма, что улучшения не произошли, и, соответственно, стало хуже, 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 соответственно, может быть, стоило бы вернуться обратно домой. Что касается, скажем, с точки зрения каких-либо исковых заявлений, поданных в будущем против физических или против компаний, которые должны были обеспечивать электроэнергию и так далее, это возможно, но, скорее всего, какой-либо результат не приведет, потому что, если уже мы говорим о том, что Крым вернется к нам в Украину, в состав в Украине, то вряд ли будет какие-либо действия связаны с правовыми действиями, то есть колонны, заявлениями. Я не говорю о правовой стороне, я говорю, скорее, о моральной. У нас есть горький опыт Донбасса, где после блокады только ужесточается настроение и негатив только накаляется, поэтому и возник такой вопрос. В любом случае, если мне не позволяет зайти в магазин и закрывать передо мной двери, я не могу купить продукты для семьи, то я, конечно, выражаю недовольство. Понятно, что если моя семья будет нуждаться и причина будет конкретно в действиях определенных лиц или организации, государства, для меня это не важно. Интересы моей семьи важнее для меня по большому счету. Поэтому жители Крыма также такими же категориями оценивают. Если какие-либо действия будут направлены против интересов жителей Крыма в конкретной семье, то понятное дело, что они с точки зрения личного отношения будут очень негативно оценивать. Режиссеры мне подсказывают, что дозвониться Лизе Багутской почему-то не удалось. Я предлагаю попробовать дозвониться в Симферополь Леониду Кузьмину, активисту Украинского культурного центра. Может быть, он нам расскажет, были ли перебои с электроэнергией в Крыму. Я задавала этот вопрос в чате для наших зрителей. Ответов было совсем немного. Видимо, то ли нет электричества, то ли сегодня они не с нами. Мы говорили про то, что Крым сам по себе не может заниматься самообеспечением, он не может себя обеспечить электроэнергией. Есть другая версия о том, что такая блокада поставила Крым и Россию в условия, когда нужно было экстренно принимать какие-то там меры. И вот с мая строится энергомост. Помните это информационное было видео. Давайте посмотрим по строительству энергомоста, вернемся в студию и поговорим. Поехали. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю. Продолжение следует... 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 То есть там даже те попытки, которые были в Великую Отечественную войну построить там мост, они не увенчались успехом, собственно говоря. Мост развалился. Были попытки построить мост? Были попытки построить мост, да, вот именно со стороны. Объясните мне, энергомост это то, что над водой или по картинке мы видели, что проходит кабель под водой? Это подводный кабель, да, там было видно на схеме. В земле, под водой, под проливом? Под проливом, да, то есть это то, что должно быть в воде. Да, это там, сколько, я не знаю, сколько там помощностей. Методом бурения такой метро себе вырывает туда? Нет, метро просто технически не получится. Это просто проложить по, грубо говоря, по дну Керченского пролива, проложить там три больших ветки, дальше их как-то подключить на территорию Российской Федерации. Звучит просто, не так сложно, как кажется. Да, просто как бы обещано было, что уже в этом году заработает. То есть была информация со стороны российского Минэнерго, что, то есть, ну, само по себе технологический процесс очень сложный. То есть если бы это было так просто, как об этом говорят, то я думаю, что это было бы обеспечено. Ну, год назад, по-моему, или даже полтора, это звучало как утопия, когда говорили мост в Крым, мост в Крым. Это что-то было нереально сейчас, вроде как по-другому. Ну, вот смотрите, ведь мост, он как бы, ну, он же не будет, то есть это электроэнергия, да, то есть нужно его подключить куда-то к России. Откуда, да, какая электростанция будет? Нужно запитать туда, ну, это же не электростанция, это объединенная энергосистема. То есть вот нужно, вы видели в сюжете, что стоят опоры, которые еще не подключенные, которые надо будет подключать с той стороны, подключать с этой стороны, и потом отключать Крым от Украины, подключать с той стороны и к России, это целая большая, либо как-то по-другому, то есть это целая большая, огромная работа, и, ну, я не думаю, что это будет сделано быстро. Хотя, конечно, ну, сейчас мы не знаем, что там происходит на этой площадке. Пока это, ну, даже не нулевой этап строительства подстанций, или как они там собираются. Давайте допустим, что нужно потратить на это год-два. А как все это время Крым может на самообеспечении продержаться, или где он может брать электроэнергию, кроме Украины? Нигде. То есть вообще никаких вариантов? Ну, есть, были проекты строительства парогазовой установки на территории Крыма, они были и еще, когда был совместный с китайцами проект, то есть это бы решило вопрос, то есть если бы построили парогазовую установку, протянули газовую трубу, и, соответственно, это бы обеспечило потребности Крыма. На сегодняшний момент россияне говорили об этой установке, есть какой-то даже план развития Крыма, я, честно говоря, не смотрел, не знаю, если там эта парогазовая установка, это было бы решение. То есть нужен дополнительный дешевый или не дешевый, но мощный источник электроэнергии на территории Крыма. Сейчас это теплоэлектростанций, которые дорогие или неманевренные, или маломощные, и, соответственно, солнечные электростанции, которые не являются, скажем так, базовой догрузкой в энергосистеме, особенно в зимний период, КПД их очень много. Вы представляете коалицию энергетические реформы, то есть это какие-то новшества в области энергетики, правильно? С кем вы работаете, что вы предлагаете нового для Украины, для того, чтобы как-то реформировать эту отрасль? В нашей коалиции была основана в прошлом году, есть такая общественная организация Dixie Group. Соответственно, это объединение, приблизительно было 20 экспертов, может, сейчас расширилось. Значит, собственно говоря, мы ничего не придумаем, мы помогаем проводить те реформы, которые должна проводить Украина в рамках реализации обязательств по соглашению с Ассоциацией Украины и ЕС. И по обязательствам, которые Украина взяла на себя с энергетическим сообществом с Energy Community. Вот это внедрение европейского законодательства третьего энергетического пакета по всем областям. Это газ, электроэнергия, энергоэффективность и так далее. И, соответственно, это реализация непосредственно реформ. То есть внедрение модели рынка электроэнергии, рынка газа и, соответственно, я надеюсь, рынка угля. То есть если по рынку газа мы активно помогали и, соответственно, законопроект принят, вступил в действие, сейчас разрабатывается. Какое именно? Что вы принесли в отрасли такого, что можно назвать новшеством, реформами, действительно чем-то уникальным? Ну, я не бы сказал, что это уникальное. Ну, как бы есть мнение, скажем так, есть мнение министерства, есть мнение участников рынка, есть мнение, скажем так, регулятора. А есть мнение экспертного сообщества. То есть иногда экспертное сообщество выражает свое мнение совершенно по-другому, чем на это смотрят участники. То есть это дает возможность расширить, скажем так, горизонт, да, то есть видение. Сказать, что что-то мы конкретное принесли, ну, пожалуй, наверное, идея, которая возникла вот в коалиции, да, это идея создания института энергетического амутсмена, то есть это то, с чем сейчас согласились, в принципе, и участники рынка, и министерство, и регулятор. То есть все эту идею поддерживают, мы ее будем развивать. То есть это европейский и мировой, в принципе, институт для того, чтобы потребитель мог с помощью профессионалов защищать свои права. То есть потребитель, причем тот потребитель, который не имеет дополнительного денежного финансового ресурса, то есть услуги для него будут бесплатны. Вот, это проект, это идея, мы ее сейчас развиваем, то есть с коллегами, вот это, собственно говоря. Потом сам по себе Dixie Group как компания активно очень сотрудничаем с Европой, с европейским сообществом, то есть ежегодно делаем отчеты по выполнению обязательств, предоставляем это в министерстве. Вы потом принимали участие в организации большого мероприятия «Энергетическая дипломатия». Но к политике отношения не имеете? Абсолютно точно. Слово реформа, коалиция, но вы вне политики. Мы вне политики, мы занимаемся как бы экономикой. То есть много вопросов, и это огромное количество нерешенных задач, которые нам предстоит решить для того, чтобы реформировать отрасль. То есть ваши специалисты выступают как фокус-группа, консультанты для правительственных каких-то структур, да? У нас повалили вопросы от зрителей, потому что, видимо, есть жители из России, которые спрашивают, знаете ли вы, о новом блоке в Ростовской АЭС, о строительстве новых электростанций в Симферополе и Севастополе. А теперь каким образом это может помочь Крыму? Ну, это то, о чем я говорил. Симферополь и Севастополь — это строительство дополнительных источников, которое сможет закрыть внутреннюю потребность Крыму. То же самое и атомные электростанции. То есть, да, действительно, это как бы поможет Крыму. Симферополе, Севастополь, они же ближе все-таки, чем... Нет потребности строить такой огромный мост, можно же как-то передавать оттуда электроэнергию. Я не специалист, я фантазирую. Ну, надо взять схему, которую... Я живу здесь, надо взять схему развития Крыма, которую приняли в России, и посмотреть, что там принято. Действительно, есть возможность, как я уже говорил, развивать внутреннюю генерацию, либо доставлять ее откуда-то извне. То есть, дополнительный блок — это как раз доставка генерации извне дешевой атомной. Да, Симферополь, Севастополь — это реализация проекта парогазовой установки, то, о чем я говорил. То есть, либо, ну, там других вариантов нет, угля там в Крыму нет. То есть, ну, это решение по требованию. Но это не этот год. Я вот о чем говорю. К огромному сожалению, нам так и не удалось дозвониться в Крым и узнать, что же происходит на самом деле. Все-таки продолжается энергетическая блокада, или можно верить, у КРНР все под контролем, все в порядке, ничего не происходит. Тем временем, наше информационное время заканчивается, эфирное время заканчивается. Информационный вечер продолжит блок новостей. Я благодарю своего гостя в студии. Это был Андрей Перевертаев, эксперт коалиции энергетические реформы. Благодарю за интересную беседу. А дальше будет непростая политика с Владимиром Волей, который расскажет, неужели в Киеве уже появился новый мэр. Я по традиции желаю вам мирного неба над головой. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова